всех приветствую на своем канале это видео будет посвящено моей коллекции чая и давно не было этих самых выпусков насколько я помню ну вот тут я вчера буквально разобралась своей полочке и вспомнила что что-то я давно не записывала что-то конкретное я решила что лучше сделать обзор исключительно вот определенного вида чая то бишь не кучу всего как я до этого думала там зеленый с чем-то зеленый еще просто зеленые там еще что-то такое а зеленый исключительно с жасмином на данный момент у меня осталось совсем немножко ассортимента такого вот именно моего есть конечно чай от насти зарезкой привет тебе если смотришь меня и еще мои вот эти чею я решила что то что именно от подписчиков там из поменяшек или еще что-то подобное это все-таки уже не коллекция это уже так ну подарки да там что-то такое осталось что-то уже что-то потом пришло вот то что у меня из коллекции это у меня есть я тут уже открыла это вот тут крышечка такая там конечно не знаю видно будет не видно но он такой мелкий довольно мелкий чай средний листовой насколько я помню это у нас чай китайский зеленый с ароматом жасмина мэй ли секрет очарования это у нас зеленая панда вот такой неплохой чай зеленый панда жасминовый вот такая красивая тут баночка тут у нас мэй ли такая я помню мы с манькой какую-то даже сказку вроде про мэй ли пытались сочинить или что-то в этом роде но это давно уже было ну в общем раньше зеленая панда вообще такой хороший чай был я даже тут нашла баночку из-под черного из-под пуэра чая именно зеленый панда еще времен когда я в библиотеке работала и в общем очень давно так сказать и тогда я что-то его помню покупал просто переключусь немножко что-то именно на зеленую панду тогда купила у нас магазин такой был как старксин назывался или что-то в этом роде или весна ну вот что-то такое напротив библиотеки и но там в принципе сейчас и есть в этом здании дикси и там было много всяких разных чаев или добрыни это было что-то такое и там можно было что-то иногда вот найти такое интересное магазин стиле вот этого самообслуживания но именно что куча всяких интересных чаев а потом я узнала что зеленые панды можно найти что-нибудь попроще типа вот зеленый с жасмином еще у меня такой был просто зеленый но это уже к другому обзору вот в общем здесь у нас зеленый жасмин и там действительно есть жасмин только такой вот совсем мелко в общем потом у меня есть открытая баночка то вот у нас это жасминовый чай я не помню название фирмы если честно вообще было баночки было четыре таких баночки разных и чем что-то то ли насчет зная которые что-то такое но в общем открывалась крышечкой там такая музыка играла но у меня батарейка быстро уселась и я ее просто распотронила и коробочку приспособила под что-то другое тоже под какой-то чай а эти маленькие баночки из нее достала и вот у меня тут жасминовый чай в таком пакете естественно чем упрыгнула он уже немножко другой там по себе он ближе к такому знаете как называется допустим бирюзовый чай вот по цвету именно ближе вот таким лунам и он тоже с цветочками я не знаю вот ли видно тут что он тоже такой вроде как мелковатый но средний листовой но по цвету он все-таки отличается более темный ну и что я обычно говорю там какой-то пользы да там список литературы обычно фон обойдет сколько я помню снимала как-то руками скорее руки было видно и слышно просто мой голос и какая-то там зачитывалась по шпалу дал к информации но вкратце скажу думаю что принципе люди знают что зеленый чай там полезен считается что он там повышает или понижать давление кому как но жасминовый чай жасминовый зеленый чай он в принципе если вас депрессия тяпните жасминового чая если вы устали мозгом а вам хочется или нужно что там допустим курсовую диплом контрольную сделать то тяпните жасминового чая но и еще если вы внезапно переели а под рукой жасминовый чай тяпните жасминового чая вместо какой-нибудь таблетки по незима вот такой у меня чай тут уже но осталось не очень много это мне привезла тетя из рыбинска когда я сидела со своей бабушкой вроде как меня так подбодрить порадовать благодарность за заботу дам или заработали что-то в этом роде это чайная коллекция рчк ну я тут ругала рчк но в рчк иногда что-то путное встречается цветочный чай жасминового обезьяна вот тут даже могу прочитать зеленый жасминовый чай из провинции хуннань собирает мы на горных плантациях с мая по октябрь производится из верхних нежных листочков чайного куста покрытых белым пухом в общем бла-бла-бла-бла-бла но они действительно не разные немножко вот он тоже засминовый но такое интересного все мы стойте его пили когда тут сибирь с бабусей моей и да вот у нас таких вот верхних листочков с пухом то что иногда если это черный чай допустим да там это называется ресничками чем я был какой-то зеленый чай тоже с ресничками давно-давно уже такого нет баночка только осталось у меня конечно просыпалась неудачно это сделано было взять ложечку чайную нету типа вытогрелась так часы так взяла в этот раз на него сколько времени треплюсь это у меня вообще есть коробочка но я что-то оставила только пакетик коробочку мне чем-то занята это тянь-жень как человек небо переводится или как-то так или небо и человек и я его покупала у меня был такой набор и он у него еще срок годности ну полгода еще осталось я его покупала в плюсик она последний раз там была в 2014 году на теплоходе когда каталась у меня такой помоги и у меня был зеленый чай и зеленый жасмином причем я помню покупала как со спинкодимом для тогда он стал у меня чай заканчиваться тут был чай а мы на обратном пути заезжали в плюс и он говорит купи себе чай ну как а то ты поехала не купила там себе чай вот у меня такой тянь-женький сейчас скажу у меня раньше очень любилась жасминовый чай но потом его перепила и я его уже воспринимала как часть каким-нибудь там будто туда в духовно или какой-нибудь парфюма деколон или еще что-то очень долго я могла пить пить жасминовый чай не сказать что 10 лет но лет 7 точно потом внезапно буквально где-то может год или месяцев 7-8 назад я снова его стала пить он мне так нравится снова снова то бишь я его стала пить его смогла пить я не чувствую такого там какого-то одеколона этот кстати ближе что-то среднее между вот этой нашей обезьяны жасминовый и мэйли он тоже темноватый но у него встречаются вот эти молодые листочки и затем чуть-чуть жасмина там вот он конечно с жасмином он не ароматизированный но смысле не химически он реально вот этими цветочками жасминов но они такие все таки нас как я понимаю жасмин бывают разные бывают вот такие маленькие такие бутончики его раньше путала с лотоса мне как-то чай какой-то покупал этому довесок был такой маленький подарочный и там мы такие бутончики я тогда с одним товарищем общалась и мы с ним обсуждали походке что это типа как вообще он думал что то лоц потом я узнал что жасмин и в общем вот у меня третий вариант это жасминового чая вот такая огромная баночка из под печеньем тут что-то 300 грамм изначально было я это просто смешивала тут у меня зеленые от этой гитты реки ты что-то такое принцесса гита и принцесса канди принцесса но я точно не помню вот эти которые принцессы питером выпускаемые что-то там тренд потом у меня тут пачка лакозовского чая зеленого и еще пачка верблюд порох в общем три сорта чая зеленого я скрестила и соответственно тут еще цветы жасмина которая собирала на даче в деревне сама сушила ну и сама потом компоновала вот такой интересный разный вот таки у меня за режим чая но еще я думаю что наверно пора пришла пора организовать небольшой конкурс на канале о котором я думаю заснять видео чуть позже если вы досмотрели до конца это видео если вам было интересно ну я очень надеюсь что кому-нибудь это было интересно и что-то вы для себя подчеркнули ну допустим вы узнали что вот у меня депрессия а теперь вместо того чтобы пить какие-то там таблетки или сидеть глядеть плевать потолок можно заварить вкусного чая и поднять себе настроение в общем спасибо за просмотр и приятного настроения пишите комменты ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока